Микроклимат в теплице премиум класса. Днём плюс 21, ночью на 3 градуса меньше. Для хорошего налива томатов то, что надо. В теплице у нас работает 10 специалистов-офищеводов, которые занимаются уходовыми работами и также следят за тем, чтобы растения были чистыми. А также есть специалисты по защите растений и по поливу. Не помидорка, а настоящий богатырь. Сочный, румяный, упитанный. Это томат гибрид «Монар». Мы выращивать начинаем его в декабре. Почти 200 граммов каждый плод голландские томаты здесь меняют на отечественные. Мы будем стараться подкорректировать условия выращивания наших отечественных гибридов и подобрать для них специальные условия, чтобы получить максимум урожай. В теплицах растут около 10 разных сортов. Крупноплодные сливовидные томаты черри. Специалисты комбината активно экспериментируют. Делают ставку на российских производителей. Мы многие из этих гибридов уже тестировали. И у меня уже в голове как бы сидит это импортное замещение, что мы можем запросить и заменить голландские гибриды в случае, если не получится действительно поставить то, что хотелось. Возможно, мы потеряем какую-то долю урожая, но мы постараемся это выправить более оптимальным поддержанием микроклимата в теплице и усовершенствованием технологии. С одного квадратного метра здесь собирают 50 килограммов томатов. За сезон 2,5 тысячи тонн. Для роста овощей используют только натуральные удобрения. И тоже российские. Их любят не только томаты, но и огурцы. Они здесь модельной внешности. Это 25 сантиметров. И в окружности это 4,6 миллиметра. В огуречных теплицах нет иностранцев. Овощи отечественных сортов растут на шпалерах при естественном освещении. Опыляются шмелями, а насекомых-вредителей уничтожают подселяемые в теплице жучки энтомофаги. Их природные враги. Шмели не выносят ядохимикатов. Мы производим свои в биолаборатории биоагенты, которые питаются, хищные клещи, которые питаются теми вредителями, которые у нас находятся. Это очень важно. Если бы не наша биолаборатория, мы бы не стояли бы такими чистенькими. Один из главных маркеров качества овощей – запах. Именно такие плоды принято считать экологически чистыми. Поэтому Владимирские томаты и огурцы любят от Московской до Тверской области. Благодаря поддержке региональных властей география поставок растет. С 2017 года нам оказывают серьезную материальную поддержку в виде безвозмездных субсидий. У нас производство очень энергозатратное, поскольку требуется отопление. Это одна из самых таких статей по затратам, которые значимы для комбината. Областная администрация нас в этом отношении хорошо поддерживает. Спасибо. Главная цель – модернизация комбината. Чтобы обеспечить продуктивное импортозамещение, нужны новые теплицы. Старым почти полвека. Уже разработаны проекты по реконструкции двух гектаров теплиц. Огурцы в них можно будет выращивать на подвесных желобах. Урожайность при этом должна подрасти на 125%. Наталья Забнина и Вячеслав Сноровкин. Продолжение следует...